Каждому отвечать ты не обязан, свое время тратить. Твое время, оно бесценно, брат. Возьмите книги, изучайте религию Аллаха, Субхану Аталию. За вас ответит Всевышний Аллах. Всякое оскорбление в ваш адрес, за это Всевышний Аллах ему все равно воздаст. По полной программе, если вы не простите человека. Будьте в этом уверены. Если мы с Аллахом, если мы держим Аллаха спутником, как имам Аль-Газали пишет, Рахматуллах и Али, на проблем нету, братья. Поэтому был случай при жизни, посланник Аллах, собственно, Абудалу передает достоверное предание. Однажды один человек, один мужчина, когда Абубакр Неседык и посланник Аллаха сидели со сподвижниками, один человек начал ругать Абубакра. Один раз он сказал ему что-то такое скверное, Абубакр промолчал. Второй раз он сказал скверное, Абубакр опять промолчал. Ну мало ли, да, человек может действительно неадекватный, все может быть. Когда третий раз он высказался, Абубакр сам ответил ему. И посланник Аллах встал и ушел. Посланник Аллах встал и ушел. Тогда Аубакрин Сиддых сказал, я, Расул Аллах, что случилось? Может, что-то я не то сделал? Тогда Пасан Николай ему ответил, когда тот тебя оскорблял, сел ангел, который ему говорил, ты лжец, ему отвечал за тебя. Но как только ты ему ответил, ангел ушел и сел в шайтан. Я не захотел быть в том месте, где шайтан, я ушел оттуда. Поэтому, братья, не всегда, когда мы не отвечаем каким-то чабанам, это анчеш у меня, у нас нет ответа. Просто это надо оставить на Аллаха, субханного та'аля.